Владимир Сметанин 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 инициатив. Ну, вообще, если есть какие-то грантовые средства, да, есть фонды, которые предлагают средства на реализацию проектов в сфере культуры, то грех не пользоваться, что называется, да? То есть надо объединяться, надо максимальное количество усилий прикладывать к тому, чтобы как можно больше денег забрать. Ну, конечно. И привезти сюда, да? В хорошем смысле забрать. Забрать, ну, в смысле, нет, естественно, выиграть, я имею в виду. Потому что каждый член команды, он друг друга дополняет. То есть есть и специалисты профильные, и специалисты именно методологи. То есть мы как бы каждый друг друга дополняем. У каждого своя такая... Своя задача, да. Сфера, в которой он разбирается лучше всего. Я все-таки вот возвращаясь к организации, да, центр называется, да, Софья сказала? Можно... Много развития культуры и искусства. Он давно создан? Нет, он не давно. Поближе немножко. Центр создан, всего лишь год мы существуем. Как раз мы приняли решение создать этот центр на волне именно вот такой тенденции, когда средства распределяются грантовые именно только для некоммерческих организаций. И вот такие экосистемы, когда государственное учреждение, например, общественное движение, некоммерческая организация объединяются для реализации каких-то социально-культурных творческих проектов. То есть вы некоммерческая организация, которая привлекает от своего имени, условно говоря, пишет гранты, привлекает средства на реализацию каких-то проектов, а проекты уже делает... Да, специалисты. Может делать и какое-то культурное учреждение, которое является государственным, да, и может делать, например, та же самая некоммерческая организация тоже. Ну, некоммерческой организации сложно сделать. Нет, я не про вас, а вообще, если она к вам обратится, например, за помощью... То есть к вам можно обращаться за помощью? Да, нам можно обращаться за помощью. Условно, там ребята, например, Том Сойерфест, если они хотят что-то организовать и выиграть на это дело грант, они могут прийти к вам? Да, если у них нет юридического лица, от которого они могут выступить как заявители, то, конечно, они могут к нам. Они могут, и вы им поможете подать заявку на грант. Да. Все, вот с этим мы разобрались. Хорошо. Так, с прошлого года, когда вы начали работать, с кем вы уже успели посотрудничать и кому помочь? Ну, у нас мы, несмотря на то, что мы стартовали совсем недавно, то есть у нас в сентябре будет только год, мы с художественным музеем, считаю, очень плодотворно сотрудничаем, и с областным домом народного творчества мы тоже выиграли грант, но он, правда, не такой большой, глобальный, как раз по развитию системы волонтерского движения в сфере культуры в Кировской области. А областным домом народного творчества он занимается... У него прямо специфика такая, что еще и в области, да, должны присутствовать какие-то культурные инициативы, культурные проекты. Да, да, да. Так, и сотрудничество с Светским художественным музеем оказалось самым успешным, получается? Самым успешным, да. Да, можно поподробнее, в чем выражается эта успешность, как вы оцениваете? Ну, во-первых, проект разрабатывался с целой проектной командой. То есть... Это мы про пленэр говорим сейчас, про нынешний пленэр. Да, 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 про нынешний пленэр. То есть грант достаточно крупный, и, конечно... А мы можем озвучить сумму, чтобы нам же всем интересно поговорить? Анна Владимировна, сколько денег? О финансах. То есть около двух миллионов. Около двух миллионов. Это достаточно крупный грант, и, конечно, такой проект без команды невозможно реализовать. То есть только в команде можно такие крупные, большие проекты реализовывать. Но тут надо просто понимать тем людям, которые с грантовой системой, системой грантовой поддержки дела не имел, что вот когда мы говорим такую большую сумму, да, мы, может быть, не думаем о том, что ведь за нее там за каждый рублик потом отчитываться придется. Безусловно, существует определенная схема. И поэтому должно быть все просто распланировано, кто чем занимается, показатели какие-то, да, которые нужно выполнить. Этот проект очень давно существует, и, конечно, у нас очень сильный партнер, и все технологии, механизмы отработаны, и в данном случае наша организация, она практически ничем не рискует, потому что у нас хороший партнер. Понятно. Сильный. Потому что проект не нами разработан, он уже давно существует, и все механизмы отработаны. Итак, что же будет за эти два миллиона? Анна Владимировна. В ближайшие две недели. Что же будет происходить? Ну, сегодня у нас открытие, 16 часов, и мы будем рады видеть всех на открытии нашего пленера, в чем мы сделали выставку, где показываем лучшие работы предыдущих лет, художников и лауреатов, и просто участников нашего пленера. Это в главном здании? Это в главном здании. Сегодня к нам приехали 11 художников из таких городов, как Москва, Пермь, Нижний Новгород, Киров, Владимир. Ну, то есть достаточно большая... География. География. И надо вам сказать, что мы практикуем разные, скажем так, ну, моменты на нашем пленере. Вот прошлый год был у нас таких, такой семейный пленер, было много представителей семьи, то есть мы с женой художники приезжали. Или династия, родители, дети? Нет, таких не было. Но у нас к нам приезжают дети, вот, например, Полина Рыбакова, дочка художника Рыбакова из Нижнего Новгорода, которые были первыми участниками пленера, то есть сейчас вот приехали уже... Сейчас уже дети приехали. Да, дети приехали. То есть здесь вот некая преемственность, она существует. А в этом году у нас практически 50 на 50 мужчины и женщины художники. То есть вот такая у нас практика. Но не семьи. Но не семьи, да. Но не семьи. А в прошлом году это случайно так сложилось, да? А у нас как-то так подобралось. То есть вот, да, смотрим. Звёзды сошлись, что называется. Звёзды сошлись. То есть смотрим, вот одна пара. Вот хотим второго художницы, но жена тоже художника. Давайте вот попробуем ещё пару. Ну и так далее, и тому подобное. А как вообще формируется пол, список художников, которые приезжают на пленэр? Рассыраются приглашения, или вы заранее изучаете, подбираете? Конечно, конечно, мы заранее изучаем, подбираем, кого бы нам хотелось видеть на пленэре. Это же определённая специфика творческой деятельности должна быть. Конечно, конечно. Есть художники-портретисты, есть художники, которые пишут пейзажи. Пейзажи, да. Ну, предпочтительные, да. В настоящее время по целям и задачам пленэра. Потому что пишут природу, конечно, портретистам будет сложно в данном пленэре участвовать. Вот. Смотрим наиболее известных, чьих работ нет в нашей коллекции, которые бы нам хотелось приобрести, потому что сейчас такое сложное время, и пленэр – это один из поводов и возможностей пополнить коллекцию нашего художественного музея. То есть, в общем, на статус, насти живописца, вы тоже ориентируетесь. Да, ориентируемся. И вот таким вот образом мы подбираем команду, но мы понимаем, что у всех свои планы, что не каждый может приехать в это время. У кого-то там педагогическая деятельность, у кого-то семейный отдых и так далее, и тому подобное. То есть подобрать и найти... А они ведь не обязаны все две недели здесь находиться? Или должны вот все время, пока идет пленэр? Желательно, потому что, понимаете, в чем дело? В конце пленэра, вот если мы говорим о программе пленэра, существует такое понятие, как итоговая выставка. Понятно. И они должны работать. Они должны работать, они должны представить работы. И в конце у нас такая... Наверное, мы один из немногих пленэров, который дает такую возможность, что по участию в пленэре, по работам, написанным на пленэре, конкурсная комиссия определяет лауреата премии Воснецовых в номинации вдохновения. То есть мы еще и вот таким образом благодарим за лучшие работы, написанные на пленэре. Это не у каждого есть такая возможность. Вот. Поэтому все ждут итоговые выставки. Если они, условно, приехали на три дня, ну да, они отдохнули, возможно, пообщались, но что они написали, то есть это не то. Понятно. Ну, такая церемония, да, вот своя специфика этого мероприятия. Конечно, поэтому, мне кажется, все заинтересованы в том, чтобы побыть подольше. И потом у нас такой город, вот нам в прошлом году художники сказали, что, знаете, не с первого дня можно почувствовать. Не сразу открывается, да? То есть они ведь тоже, пленэристы, бывают на разных пленэрах. А задача-то ведь почувствовать город, отразить его красоту, отразить сущность, да, отразить родину Воснецовых. То есть история богатая, и это надо вот понять, почувствовать и написать. Поэтому трех дней, мне кажется, физически... Нет, я просто спросила. То есть я понимаю так, что люди, которые приедут, они проведут здесь две недели, и это действительно, наверное, сложно было всех собрать, так, чтобы у всех планы совпали, возможность была приехать. Да, это правда, это сложно. Люди все-таки время нашли. Ну да, если говорить еще о программе пленэра, конечно, мы повезем их на родину Воснецова. Ну, безусловно, да. А вот такой нюанс, а как обычно художники набираются вот этого вдохновения, вот ауру города почувствовать? Они прогуливаются, общаются с людьми, не знаю, они заворачивают в какие-то заковулки. Или вчера. Смотрите, они приезжают сегодня, часть из них приехала вчера, но большая часть приезжает сегодня. Они добираются разными способами, то есть есть и те, которые едут индивидуальным транспортом. Мы в обязательном порядке проводим им экскурсию по городу. Причем не просто экскурсии по городу, мы должны им провести как творческим людям, показать некие точки, с которых виден наиболее красивый вид на Успенский собор и Трифонов монастырь, на набережную, на Слободу Дымково, на какие-то уникальные архитектурные памятники нашего города. То есть все равно ввод в город он должен быть, чтобы им быстрее почувствовать. А там они уже ходят по городу сами, заходят в те места, которые им интересны. Вот, например, два года назад у нас была Ира Рыбакова, чья выставка сейчас проходит в музее. Она зашла в женский монастырь, заглянула в монастырский дворик и сказала, вот хочу написать эти яблони цветущие. В монастырском дворике мы договаривались. Ну, то есть это тоже сложный процесс переговора, чтобы пустили, чтобы разрешили написать в женском монастыре. Все сложилось, все пошли навстречу друг другу. Пейзаж написан, он находится сейчас на выставке. То есть вот такие вот моменты тоже существуют. Я думаю, горожан, жителей Кирова тоже стоит предупредить. Если в ближайшие дни вы, прогуливаясь по городу, увидите, что сидит, не знаю, стоит художник с мольбертом, что-то там зарисовывает, не мешайте человеку. Пусть работает этот участник. А может наоборот, а может наоборот. И художников вы легко узнаете, потому что в этот раз у нас есть у каждого художника, скажем так, сувенирный набор. Вы определите их по бейджикам, по сумкам, где написан Воснецовский пленэр, по футболкам, где также указан Воснецовский пленэр. И на самом деле многие художники не против, когда с ними общаются совместные жители. И, например, в прошлом году мы сами наблюдали такую историю, как ребёнок подошёл посмотреть, и в итоге ему разрешили даже оставить... Какой-то там мазок сделать? Да, сделать мазок на работе. Ну вот стоять над душой, наверное, тоже нехорошо. Мне бы было как-то совестно. Не мешайте. Да, и тем более подсказывать что-то. У нас есть такие люди, желающие зачастую... Так, то есть большая часть из этого времени, пока идёт пленэр, художники будут здесь. Потом вы сказали, что поедете. По-моему, 12-го числа запланирована поездка. 12-го, да, Рябово непосредственно. Что там будет происходить? Ну там, понятно, они тоже будут работать, наверное. Да, конечно. Тоже будет экскурсия. Это тоже будет экскурсия, потому что очень многие, понимаете, понятия, истоки Виктора Васнецова, Полинария Васнецова можно как раз в селе Рябово. Вот все мы родом из детства. Почему родились сказки у Виктора Васнецова? Как почувствовал пейзаж родной страны Аполинария Васнецова можно в селе Рябово? То есть это те корни, те истоки, которые существуют. И очень многие художники говорят, что они вот благодаря экскурсии по дому, благодаря тому, что они гуляют по тем местам, по тем равнинам, по тем холмам, которые существуют в Рябово, они проецируют вот эту природу на произведения выдающихся художников и больше понимают глубинность их творчества. Мне кажется, что люди творческие, я тут не то чтобы про художников, я вообще в целом про людей творчества говорю, вообще очень восприимчиво, наверное, к каким-то таким вот вещам, когда ты куда-то приходишь и начинаешь думать, что вот здесь 100-200 лет назад вот за эту ручку, условно говоря, или за этот камушек там брался вот такой вот человек, вот тут он, может быть, вот тут ходил по этим тропиночкам. На этом камне сидела девушка похожа на ленушку. Да-да-да, и ты как-то вот начинаешь проникаться этим и действительно, может быть, погружаешься даже отчасти вот в ту атмосферу. Так, значит, там они тоже будут работать. Это однодневная поездка. Это однодневная поездка, но она такая раннее утро, поздний вечер, такой вот полный насыщенный день. Дальше они возвращаются в Киров, продолжают здесь работать, потому что пленар до 19-го числа. И вот 18-го числа будет подведение итогов, уже будет окончательная выставка, которую мы будем делать в Вятском художественном музее Карла Маркса, 70. И как показала практика предыдущих лет, когда мы делали выставку, а потом художники паковали и увозили свои работы, жителям города недостаточно познакомиться с этой выставкой, и поэтому мы оставляем выставку практически на месяц. То есть все желающие могут прийти и посмотреть, как же увидели жители других регионов, художники, творческие люди, наш любимый город. В этом году. То есть буквально вот только что. Подождите, мы перескочили немножко. Там 17-го числа еще художники в народ пойдут, что называется. Мастер-класс будет. Да, это вот отдельная история, я хотела на ней тоже остановиться более подробно, чтобы больше людей познакомилось с Воснецовским пленэром, с художниками, которые приезжают на пленэр. Мы три года назад сделали такой масштабный мастер-класс на театральной площади. Что интересно, мы проецируем на экран работу художника, который учит и который показывает и рассказывает, как написать тот или иной вид города. На экран, вот тот большой экран, который на Авиатском госуниверситете размещен. Ну, и который на сцене. А, на сцене. На сцене. То есть идет проекция, и маленькие дети, взрослые люди, которые пришли, а приходят все желающие, никому нет отказа, приходят, и они могут вместе с великим мастером учиться писать. И на большом экране это очень хорошо видно. То есть мы думали, как это сделать. То есть прямо идет вот разбор, да, подетально. Да, то есть вот прямо на палитру направлена камера на холст, на кисть, на самого художника, который учит. Вот здесь надо смешать такие-то, такие-то краски. Вот здесь надо сделать листировку и небо пройтись быстро и легко. Там больше внимания уделить первому плану деталям. Так вот надо показать рябь на воде там от фонтана. То есть вот берется профессионал, педагог, художник из тех людей, которые приехали на пленэр. Но это, видимо, не все будут художники друг за другом, участники. Нет, это будет один, а вторые будут ходить и помогать детям, взрослым. То есть вот там у кого-то не получается смешать один цвет, то есть вот к нему подойдет художник. И подскажет, каким лучшим образом это сделать, какую кисточку взять и так далее. Определен уже человек, который будет мастер-класс проводить, гость? Пока выбирает. Или сюрприз будет, видимо. И для него, и для помощи. Анна Владимировна, давайте мы просто должны сказать, это возрастное ограничение. Напомню, то есть мастер-класс на театральной площади, я так понимаю, что ноль плюс, можно со всеми малышами приходить. А остальные мероприятия, выставка сама? Тоже ноль плюс. Тоже ноль плюс. Для людей всех возрастов открыто, да. Ну, кстати, вот этот мастер-класс, он, наверное, традиционно приходит, и ребята, которые занимаются в художественной школе, да, тоже какое-то отношение. Художественная школа, художественное училище, да, мы рассылаем, конечно, приглашение всем, мы рассылаем приглашение и в районы, и в этом году вот планируется участие Слободской художественной школы, вот, но также приходят люди, которые услышали эту информацию, вот самой принесли планшет, там цветные карандаши, и садятся на стульчик, ну, кто работает на пленэре, знает, каким образом лучше организовать свой процесс, и начинает работать вместе с нами на площади. 17 августа, начало в 3 часа дня на театральной площади города Кирова. Это среда. Это среда. Так, ну и вот, 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 вот в общих чертах, да, план пленэра мы озвучили, было бы возможно проведение подобных там мероприятий настолько масштабных, если бы не было грантовой поддержки. А это вообще практика с грантовой поддержкой, ну, то есть вот сказали ведь, да, что не первый год уже это происходит, получается, да, то есть до этого, до этого момента, каким образом вообще финансировалось это все? Ну, как-то, кто-то поддерживал, кто-то не поддерживал, сами деньги были вынуждены... Основные статьи расходов, основные, наиболее затратные части. Изначально поддержка была от области. То есть из бюджета, то есть из бюджета, были в бюджете, да. Вот, а последние четыре года в связи с недофинансированием нам пришлось выходить из сложившейся ситуации. То есть это была ваша инициатива? Это нет такого, что сейчас всем культурным организациям рекомендовано настоятельно искать средства себе там на проведение каких-то мероприятий. То есть вас могут поддержать, но если вы хотите больше, ярче, красивее, то вы должны найти сами. Выискать возможности для каких-то конкурсов. Вот первый раз, когда мы участвовали четыре года назад, у нас как раз и была такая задача. Потому что вот, ну, скажем так, от безысходности. А потом мы поняли, что это здорово, что в бюджете там лишних двух миллионов нет. А грантоподлучатели, зная уже о нас, потому что у нас хорошая история, как учреждение, репутация. К нам приезжают художники со всей страны, художники с очень, очень высокого уровня, высоких званий. Естественно, когда они от нас уезжают, они говорят, ну вот, пленэр Воснецовых, это да, это мощно. И то, что это делает не частник, а делает художественный музей. И когда они приезжают и увидят нашу коллекцию, они говорят, ну да. то есть честь для нас, если наши работы, лучшие работы, будут в вашей коллекции. А потом мы ведь еще сделали такой ход, зная нашу коллекцию, они соглашаются у нас с своей персональной выставкой. И таким образом, лучших лауреатах премии Воснецовых мы приглашаем уже с персональной выставкой к нам. То есть перспективы для дальнейшего сотрудничества открываются. и показать свою работу на площадке одного из лучших провинциальных музеев нашей страны. Это тоже для них честь. Ну и вот такая репутация уже Воснецовскому пленэру создается извне. То есть зачетка уже работа. Ну такое понятие, как сарафанное радио, оно же характерно и для творческих людей, и для живописцев. Они поделятся с коллегами потом своими эмоциями, вот, посоветуют, да, обязательно получаются. Важно, они порекомендуют нас грантополит... Как грантодержателям. То есть той самой стороне, которая, собственно, да, занимается распределением. Вы хотели что-то добавить, насколько я помню, да? Или нет? 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 Ну, я спрашивала по поводу того вообще, насколько сейчас вообще распространенная вот эта практика. То есть ведь вот мы про пленэр говорим, как про большое, крупное событие, но ведь есть, наверное, и еще какие-то мероприятия. Не такие масштабные, да? Ну, в том числе, да, в Вятском художественном музее, в выставочном зале Вятского художественного музея может быть чуть-чуть меньше по охвату там, не знаю, иногородних людей. И тем не менее, тоже интересные, которые при грантовой поддержке удалось сделать. Сейчас у музеев довольно много возможностей в плане грантовой поддержки, и мы на себе их испробовали. Есть абсолютно такие специфичные гранты, только ориентированные на музейные учреждения. И, например, в прошлом году мы выиграли грант на создание тактильных экспонатов. И этот грант также предназначен для музеев, могут участвовать как... могут участвовать государственные музеи. И сейчас мы ждем четыре тактильных экспоната, которые будут находиться в постоянной экспозиции. А можно поподробнее, что это такое? Тактильные, то можно трогать. Да, это тактильные копии. В первую очередь, они необходимы для слабовидящих, но и, собственно, тем, у кого зрение, скажем так, в порядке, эти экспонаты будут интересны. Ведь ни для кого не секрет, что в музее все хочется потрогать. Конечно, обязательно. Таблички висят, руками не трогать. Не просто так. И совсем скоро можно будет в художественном музее потрогать. Детям очень трудно отговорить от того, чтобы не трогать нельзя. Будет отдельный уголок. Нет, это будет не уголок, они будут находиться в постоянной экспозиции рядом с теми работами, копиями которых они являются. И можно будет потрогать работу Виктора Васнецова. А можем конкретно назвать? Подождите, то есть туда прямо стрелочка будет вести от входа в художественный музей. И что вот идите туда, и там можно потрогать. Ну, в принципе, можно, да, сделать и так. А можем конкретную работу назвать? Да, мы можем назвать. Это будет работа Виктора Васнецова, это будет «Боярышня». У Аполлинария Васнецова «Московский Кремль». Так. Поэтому вот можно будет к ним прикоснуться, прикоснуться к искусству. И также будет копия, тактильная копия «Дымковской игрушки». И это будет работа няня у Кошкиной, довольно известной мастерицы. Ну, «Дымковская игрушка», ну, так, в моем там какое-то восприятии, «Дымковская игрушка», она и так объемная, она в 3D. Да, но ее нельзя потрогать. А вот картина, это, видимо, 3D-технологии или такие там другие. Как это будет? То есть это... Рельефное, вот что-то такое. Это будет рельеф, да. То есть можно будет прикоснуться, потрогать. И в зале древнерусского искусства у нас будет также один экспонат, он из дерева, поэтому можно будет потрогать текстуру этого экспоната. Многие, как нам говорят, смотрители, у многих тянется рука потрогать. Вот. И поэтому сейчас изготавливается эта тактильная копия с примером этого дерева. То есть потрогать можно будет, но на тактильной копии. А где это все делается? Что за специалисты этим занимаются? Это мастерская тактильных экспонатов Ольги Шу. Они делают экспонаты для... Это не Киров. Это не Киров, это Москва. И они делают тактильные копии экспонатов для многих музеев. И, например, не так давно они делали тактильные копии экспонатов для выставки «Авангард» на телеге в 21 век. Для нашей выставки. И там... Да, для нашей выставки. И там были тактильные копии, например, работы Кандинского. Да, и мы получили... Не забывайте про микрофон. Да, мы получили работы с этой выставки, вот эти тактильные копии. И мы Слободской музейно-выставочный центр в свою коллекцию. Угу. То есть мы сейчас дополняем то, что у нас уже есть. То есть у нас такая уже коллекция получается. Еще раз давайте напомним, когда возможность появится уже у горожан? Потрогать, что называется? Потрогать до конца года. То есть сейчас они в процессе. Изготовление. Потом их еще везти к нам будут. Конечно, везти, презентовать. И, конечно, с нетерпением ждем эти экспонаты. Ну и сейчас в доме музея Николая Хохрякова есть подобный экспонат, подобная тактильная копия одной из работ. То есть ее можно потрогать уже сейчас. Прийти, посмотреть. И уже группы слабовидящих детей с этим экспонатом. Это, видимо, вполне соответствует каким-то современным музейным тенденциям, когда действительно как-то уже отходят от того, что раз музей нельзя трогать, все надо строго себя вести. Только визуальное мероприятие, восприятие вернее. Нет, действительно, трогать можно и нужно. А еще мне кажется, что это современным тенденциям в том числе соответствует, что ты не только одним органом воспринимаешь. Не только глазами, а всегда же действительно хочется как вот это сделано посмотреть руками под руку. Это правда краска там? Ну как, не знаю, у меня ассоциация Как женщины вещи выбирают, например, одежду Поскольку у нас здесь преимущественно женская компания Не только посмотреть, надо еще и потрогать Потрогать обязательно, еще и понюхать, может быть, даже Извините Все, убегаем на рекламу, вернемся и продолжим Возвращаемся в эфир Анна Шакина, София Пикулива и Анастасия Зырянова Верно помню, да, в нашей студии Мы сегодня говорим про грантовую поддержку культурных проектов Ну, немножко про Воснецовский пленэр Про события, которые в Вятском художественном музее происходят И мы вот про тактильные экспонаты поговорили То, что при грантовой поддержке будет сделано Давайте, София, еще кратенечко пробежимся Потому что на что еще можно привлекать грант На что привлекали? Да, на ваш взгляд, какие-то самые яркие, уникальные проекты Ну, хотя, конечно, они все яркие, уникальные Ну, не знаю, может быть, по принципу какой-то значимости социальной Возможностей еще осталось очень много Да, да, мы понимаем Мы говорили только о тактильных экспонатах Ну и, конечно, для музеев, наверное, один из таких важных моментов Это создание выставок И недавно вместе с Союзом художников России Региональным отделением мы выиграли средства на выставку Среда обитания, она прошла в Кирове, уже закончилась, она межрегиональная А мы говорили о ней Да, да, да И она уехала в Сыктывкар, а потом поедет в Волгу То есть такие возможности тоже есть Это Российский фонд культуры Ну и, наверное, такой интересной возможностью Станут образовательные гранты и исследовательские стажировки И у музея был опыт также участия в таких грантовых конкурсах Мы выигрывали И вот последний выиграли буквально пару дней назад То есть образовательные гранты для сотрудников ваших музеев Для сотрудников музеев И участвовать могут все музеи Это возможности фонд Потанина, музейный десант И музей русского севера Они разыгрывают гранты на дистанционные образовательные курсы То есть здесь даже никуда не нужно ехать Это онлайн И музейный десант Там есть несколько вариантов Это индивидуальный опыт То есть это образовательные стажировки и поездки И институциональный То есть это когда учреждение может пригласить экспертов к себе Для проведения уже образовательного интенсива Непосредственно на площадке учреждения А то, что выиграли вот недавно совсем, это что? Совсем недавно мы выиграли Образовательный онлайн-курс как раз на музеях русского севера Это курс по рекламе и продвижению музеев Понятно Ну мы живем в такое время То есть ваше присутствие в общественном пространстве будет больше Мне хочется сказать о том, что это как раз выиграла Софья Пикулева Этот грант И мне очень приятно, что мы, скажем так, побеждали в различных грантовых конкурсах Но вот музей русского севера нам не удавалось покорить и вот это первый раз А музей русского севера чем он знаменит? Для понимания Это благотворительная программа «Северстали» А, понятно Город Череповец, Вологодская область У них две программы То есть это образовательные стажировки, онлайн-курсы и грантовая поддержка То есть еще есть возможность выиграть гранты на проекты А я правильно понимаю, что вот вы заходите, например, к одному или другому грантодателю Ну не только вообще любой там, да, соискатель И если он себя хорошо зарекомендует первый раз То есть вот условно вы себя сейчас на этом гранте хорошо зарекомендуете Потом уже вам проще будет от этого грантодателя какие-то средства получать Ну это безусловно Без гарантии, я понимаю Гарантии нет, но это плюс, потому что это история И за это тоже идут определенные баллы в разных конкурсах по-разному И если проект, либо эти же стажировки, за все нужно отчитаться, все реализовано, как предполагалось И тогда, да, шансов всегда больше И особенно это, например, учитывается в президентском фонде культурных инициатив Там за это отдельно начисляются баллы Дополнительно Скажем так, за репутацию организации Ну если немножко о будущем поговорить, о ближайшем будущем В ближайшее время, возможно, куда-то еще будет заявляться Ну вот, по крайней мере, до конца этого года Или сейчас все возможности, они уже использованы, которые запланированы на этот год? Нет возможностей всегда Да, возможностей всегда много И мы постоянно подаем различные проекты на грантовые конкурсы И выигрывали совершенно разные проекты И сейчас у нас в реализации пять проектов находятся по грантам И впереди еще конкурс Музеев Русского Севера И мигрантовый о проектах, о которых я уже говорила И, я не знаю, наверное, будет президентский Еще президентский грант Вторая волна еще, да? Да, и осенью будет фонд президентских грантов И президентский фонд культурных инициатив еще будет Обычно весна, осень То есть возможности еще есть? Да, есть, да Семь-шесть минут остается буквально Мы хотели поговорить про волонтера Просто представляя Анастасию, мы сказали в том числе, что она является региональным координатором Всероссийского общественного движения Волонтеры культуры И волонтеры в том числе требуются для проведения, для организации пленэра Которая сегодня стартует Поближе к микрофону можно поподробнее? Что за движение такое? Волонтер культуры Звучит очень ярко Да, движение молодое, но очень динамично развивающееся Стартовало оно в 2019 году Это федеральная программа волонтеры культуры Прям под ковид Так обидно В рамках национального проекта «Творческие люди» И как раз в Кировской области активно именно вот так вот Это движение начало действовать в 2022 году В январе 2022 года И на Воснецовский пленэр мы как раз тоже приглашаем волонтеров И очень радует, что у нас в обществе очень много неравнодушных людей Людей неравнодушных к культуре, к сохранению культурного наследия И всегда находим отзыв Анастасия, давайте проще Кто такой волонтер культуры? Чем он непосредственно занимается? Простой человек, никаких ограничений, как вы сказали Ни по возрасту, ни по профессии То есть это любой гражданин нашего общества Который хочет внести вклад в развитие культуры В сохранение культуры И вот как раз движение волонтеров культуры Дает возможность подключаться волонтерам Вот простым гражданам Ну то есть имеется в виду, что значит простым То есть они, допустим, могут быть не из сферы культуры Они могут быть совершенно из другой сферы Но вот они вот, например, мечтали действовать Но вот в рамках пленэра чем будут волонтеры заниматься? Они нужны на две недели Или это может быть человек, который вот условно говоря Там когда будет мастер-класс на театральной площади Там нужны будут люди Да-да-да, мы их условно разделили на две части волонтеров То есть первая часть они будут работать на локациях пленэра Потографировать, видеоконтент создавать Вот, а вторая часть волонтеров Помогать гостям, художникам Да, художникам помогать, возможно Бытовые вопросы элементарные, да, на них отвечать А вторая часть как раз волонтеры, которые у нас будут работать в рамках как раз На мастер-классе Да, на, хотела сказать, на дворцовой планете Очень неплохо, между прочим Давайте дворец на театральной площади построим На театральной площади Переменуем ее Они будут помогать как раз стулья расставлять Потом стулья убирать Ну и помогать участникам Координировать потоки участников Ну вот это крупное мероприятие, которое сейчас у нас происходит А вообще, если человек, например, понимает Что у него есть какое-то количество свободного времени Надо же понимать, что вот это все равно приобщение Такое немножко изнутри, да, к каким-то культурным проектам Он просто приходит и говорит, я хочу быть волонтером Готов делать то-то, то-то, умею делать то-то, то-то Времени свободного столько-то Будет надобность, приглашайте Вот как раз для этого сейчас создан ресурс Добро.ру Это такой сайт в интернете, где зарегистрированы Некоммерческие организации, с одной стороны А с другой стороны зарегистрированы волонтеры И как раз он помогает друг другу найти Организации и волонтеры То есть мы, например, объявляем мероприятие И волонтеры, которые там на этом ресурсе зарегистрированы Они, например, откликаются на это мероприятие И мы их одобряем и начинаем с ними работать То есть такой поисковый есть ресурс у нас сейчас создан Ну то есть если ты на этом сайте зарегистрирована Это не значит, что тебя будут постоянно дергать и говорить Придите, помогите А он может откликнуться на какое-то событие И тогда уже его увидят Это будет, наверное, попроще Ну вот я как раз зашел на этот сайт, добро.ру Собственно, все понятно Тут достаточно незамысловатая И крупнейшая платформа для добрых дел Стать волонтером, соответственно, форма для заполнения Стать организатором Ну и вот, что называется, добро.ру connecting people Сводит волонтеров и добровольцев Сферы культуры не только в сфере культуры, но и в сфере любой В любой, но мы просто так, как мы из сферы культуры Естественно, мы там используем его для сферы культуры Слушайте, ну вот смотрите, в пленэр крупные мероприятия Понятно, что приезжают гости иногородние Надо там и людей организовывать, и помогать, и фотографировать Если мы берем вообще в целом там какие-то события в Кировской области Где еще, если мы про культуру говорим, могут они понадобиться Вот в ближайший год, что у нас еще планируется? Ну вот, например, у нас, когда был день охраны памятников истории культуры Мы с волонтерами ходили в музей-усадьбу Хохрякова Мы там, нам все, что было сказано, все прибрали, почистили Так, у нас был там субботник Да, у нас такой был субботник Были студенты колледжа, они были просто в восторге Нам потом провели экскурсию То есть, и мы, естественно, заведующему музею сказали Что мы готовы приходить, то есть, вы нас зовите Потому что, ну, и вообще, и само место очень такое Ну, такое, скажем так, место силы Такое сильное место, вот эта вот усадьба И волонтерам очень понравилось Вот как раз вот что-то такое вот хорошее сделать Что еще у нас будет в Кировской области вот сейчас? Дальше Где можно поучаствовать? Изнутри так немножко посмотреть Ну, вот у нас сейчас будет как раз волонтерский лагерь На базе Гагарина Тоже мы будем собирать волонтеров культуры Со всей области, вот туда можно заявиться В том числе обучения, да? Да, там будет интенсив для волонтеров культуры То есть, прямо сейчас идет набор? Да, прямо сейчас идет набор Вот это как раз, вот вы спрашивали, какой мы еще грант выиграли Это вот грант, фонды президентских грантов И вот на средства гранта мы тоже будем вывозить волонтеров В такую, ну, такую среду закрытую, чтобы обменяться опытом Будем увозить волонтеров от городских проблем, бытовых И погружать в культуру Да, в культурные инициативы А сколько сейчас примерно уже добровольцев насчитывается у нас в регионе? Ну, несмотря на то, что работа не так давно в этом направлении начата У нас сейчас в регионе свыше двух тысяч добровольцев в сфере культуры действует Да, да ладно Да, но это по данным официальной статистики Понятно, на самом деле их, скорее всего, больше даже Их больше, да Их на самом деле больше просто, но не все регистрируются на сайте Дебро.ру Есть же еще серебряные волонтеры, допустим, их тоже очень много Они точно не регистрируются на этом сайте А что такое серебряный волонтер? Это возраст, серебряный возраст Да Их очень тоже много Их очень много в муниципалитетах у нас, серебряных волонтеров Ну что, нам пора завершать Поторапливать у нас сегодняшнюю беседу В общем, мы желаем, чтобы их было не две тысячи, а больше Я, правда, не знаю, как вы с ними управитесь потом Их же надо каким-то образом там всех опекать, регулировать Нужны волонтеры для присмотра за волонтерами Да, это тоже, кстати, хорошая идея В общем, спасибо большое нашим гостям Про Гранты немножко поговорили, про Воснецовские пленеры Еще раз напоминаем слушателям нашим, что 17 августа, это среда, в 3 часа дня на театральной площади У вас у всех будет возможность под присмотром там, да, и наставничеством художников попробовать себя в этой сфере Ну а открытие пленера сегодня, 4 августа в 16 часов в главном здании Вятского художественного музея А выставка, соответственно, открывается с 19-го Итоговая Итоговая, да С 18-го августа Благодарим Анна Шакина, Софья Пикулева, Анастасия Зырянова И мы дневной разворот на этом завершаем До свидания До свидания Субтитры подогнал «Симон»